МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Празднует новоселье. Невосполнимую трату для всей сезонской медицины не стало заслуженного врача Российской Федерации Александра Панферова. Автоинспекторы в погоне за 12-летним лихачом. Подробности в рубрике «Дежурный по городу». Избавить нефтегазовую отрасль от различного рода спекулянтов и дельцов потребовал губернатор на координационном совещании по обеспечению правопорядка в Самарской области. Для этого, прежде всего, необходимо навести порядок в части земельных отношений. Подробности совещания далее. Николай Иванович Меркушкин отметил, что собственники территории, занятых трубопроводами, сейчас необоснованно завышают арендную плату. Частные охранные предприятия препятствуют доступу к объектам нефтегазового комплекса, срывая регламентные и ремонтно-восстановительные работы. Такая практика наносит существенный вред имиджу нашего региона, отпугивает потенциальных инвесторов. Об этом губернатор говорил в каждом из трех своих посланий. Обсуждали сегодня актуальные вопросы жилищно-коммунальной сферы. Губернатор напомнил, что в 2012 году вопрос старта отопительного сезона в области решался в последний момент. Имели место хищения управляющими компаниями крупных средств, собранных с граждан. Одна из сумм доходила до 330 миллионов рублей. Ситуацию удалось переломить. Рынок платежей и расходов стал более прозрачным. Немаловажную роль сыграло лицензирование управляющих компаний. Всего их 252. 12 организаций процедуру не прошли. Впрочем, количество обращений граждан, связанных со сферой ЖКХ, по-прежнему велико. 65% от общего количества писем губернатору. Подавляющая часть от жителей Самары и Тольятти. Николай Иванович Меркушкин обратил внимание силового блока на крайне низкий процент доведения уголовных дел до суда, затянутую процедуру следствия. Высокло число прекращенных дел. 16 в 2014 и уже 5 в 2015. Получается так, что некоторые дела у нас расследуются по 3-4, а есть отдельные дела и более 4 лет расследуются. Из числа возбужденных в прошлом году дел, лишь треть направлена в суд. Уже прошло больше года, две трети в суд не направлены. Понятно одно, но та обстановка, которая в этой сфере до сегодняшнего дня в ряде случаев остается, или во многих случаях остается, оно не может так долго даже повторяться. Не только губернатор, а и президенту у нас пишет очень много людей. На коллегии также был затронут вопрос об эффективности работы по пресечению незаконного ввоза на территории области, попадающих под эмбарго продуктов. Губернатор отметил, что сейчас наш регион ходит в пятерку субъектов России, которые завозят наибольшее количество продуктов извне, а поэтому все контролирующие службы должны работать максимально внимательно и согласованно. Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья. Эта программа работает в Самарской области с 2013 года. За это время старое жилье на новое поменяли более 5000 человек. До конца 2015 года планируется переселить еще 4868 жителей региона. Все это общие цифры, а Кристина Солодкова пообщалась с теми, у кого на Василии уже не перспектива, а реальность. Вот здесь мы с супругой хотели в гарнитур новый приобрести, как говорится, купить, поставить сюда. Ну, телевизор небольшой хотя бы тоже. Ну, наверное, машинку стиральную тоже сюда, может быть, поставим, если хватит места. Владимир с супругой уже водит гостей по своей новой квартире. Их семья – одна из тех, которые получили заветные ключи от новых квартир по программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Самарской области» на 2013 и 2017 годы. Первые 17 семей стали хозяевами квартир в многоквартирных домах по улицах Волынская, 93 и 93А. В ближайшие дни сюда заселятся еще 67 семей. Лично вручить ключи и поздравить переселенцев приехала глава администрации Николай Лядин. Владимиру Юрьевичу вручаются ключи от квартиры номер 2 по улицах Волынская, 93А. Хотел бы поздравить всех. Здоровья, счастья, благополучия, семейного, тепла, уюта. Строители нам предоставили в свое время срок, такое благоустроено, хорошее жилье. Стоит отметить, что это радостное и долгожданное событие для переселенцев произошло на 6 дней раньше, вместо запланированного 1 сентября, как было установлено прежде. Глава обратил внимание на обустройство придомовой территории и детскую площадку. Его внимание привлек соседний двор, где жильцы сделали красивый цветник перед домом. Глава призвал новоселов следовать их примеру. В разговоре с местными жителями пришли к выводу, что для большего комфорта не хватает новой дороги. Всего на переселение жилищного фонда в 2014 году были выделены 247 миллионов рублей. До конца этого года планируется переселить 430 граждан из 17 аварийных домов. В настоящее время 59 семей уже заселены в дома новостройки по адресам Ватутино, Красноуральская, Интернациональная. Кристина Солодкова, Никита Кожевников, Вести детально. По данным ГИБДД, за первую половину 2015 года в России произошло 68 412 ДТП. Из них по вине водителей автобусов почти 4000. Как говорят эксперты, у аварий две основные причины – либо человеческий фактор, либо неудовлетворительное состояние самого автомобиля. Проверку Сызранского общественного транспорта сегодня провели автоинспекторы. Слово Кристины Солодковой. Несмотря на то, что на дорогах увеличивается поток личных автомобилей, немало горожан пользуются общественным транспортом. Но порой этот способ передвижения не так безопасен, как должно быть. В Сызране с начала этого года уже совершено 9 ДТП по вине водителей маршрутного транспорта. Есть пострадавшие. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то рост практически на 100%. В связи с этим сотрудники госавтоинспекции вышли в очередной рейд по проверке технического состояния автобусов. Нет, что ли, аптечки? Да, вот, конечно, украли, что ли, какие-то. Сейчас купил. Обокрали автобус. Кто? Наркоманы, наверное, какие-то. Нет аптечки – получи штраф. За время работы нашей съемочной группы на этом рейде больше серьезных нарушений не выявлено. Да, все проверяю. Ну, в обычном у меня запланированы ремонты. Ти-2, Ти-1. Ну, а так редко. Ну, техника ломается, человек ломается, в космос летают, ломаются. А что, говорит, за автобусом? Такой способ проверки не единственный. Также у госавтоинспекции есть так называемые скрытые патрулирования. Когда сотрудник переодевается в гражданское и под видом обычного пассажира следует по маршруту с водителем. Сегодня в утренние часы сотрудник госавтоинспекции также был проведен рейд со скрытым патрулированием, в результате которого был выявлен ряд нарушений права дорожного движения, среди которых выезд на полосу тречного движения, непредставление преимущества пешеходов. Всего в ходе скрытого рейда было зафиксировано 8 нарушений. Подобные еженедельные проверки будут проводиться и дальше, заверяют в ГИБДД. Внимание к этой сфере услуг должно быть пристальным, ведь на кону человеческая жизнь. Кристина Сладкова, Никита Кожевников, Вести детально. Продолжаем выпуск. Не стало заместителем главного врача Центральной городской больницы Александра Панферова. Он ушел из жизни накануне на 58-м году жизни. Пожалуй, в Сызрани немало людей, которые могут сказать спасибо Александру Алексеевичу за помощь. Открытый и неунывающий человек. Так говорят коллеги об Александре Алексеевиче. Был женат, воспитал двух дочерей. Многие годы посвятил развитию здравоохранения в Сызрани. За время его руководства было создано наше неврологическое отделение. Это был один из первых сосудистых центров Самарской области. При непосредственном его участии и руководстве была создана мощная диагностическая база. И наша центральная городская больница стала одной из главных больниц правобережья. Люди называли Александра Панферова врачом с большой буквы. Об Александре Алексеевиче остались только очень хорошие воспоминания. И по какому вопросу? По личному, по работе. К нему в любое время можно было зайти в кабинет. В любое время можно было обратиться и получить поддержку и помощь. В июне 2013 года Александр Алексеевич получил звание заслуженный врач Российской Федерации. Мы проработали очень много лет с ним, мы ровесники. Закончили один институт и работали командой очень много лет. Прощание с Александром Панферовым состоится 28 августа в актовом зале Центральной городской больницы. С 8 утра до половины 12-го. Наша телекомпания выражается болезнью неродным и близким Александра Панферова. А сейчас к другим темам. И пришло время узнать сразу о нескольких новостях за 163 секунды. В очередной раз продавцы с улицы Декабриста попадают в полицейские сводки. В отдел полиции поступил звонок о том, что там в одной из торговых точек снова продали спиртное подростку. Правда, в этот раз звонили сами 16-летние подростки. До этого ребята приобрели в торговой точке бутылку пива. В магазине по уже сложившейся традиции внимательно осмотрели полученные деньги за товар. А то, что у покупателей еще совсем юный возраст, постарались не заметить. Обычно продавцы в этом случае выдвигают разные версии. Но на этот раз продавщица торговой точки ничего придумывать не стала. А честно призналась в совершении правонарушения. Теперь ей грозит штраф от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. С 4 сентября начинается прием заявок на участие в областной премии «Народное признание». Эта общественная акция проходит уже в восьмой раз, и ее цель, как всегда, проста. Жители региона должны знать о достойных людях, которые многого добились в различных сферах. В этом году премию «Народное признание» будут присуждать по следующим номинациям. «Единство и успех», «Надежда и опора», «В начале было слово», «Признание и уважение», «Героизм и мужество», «Волжская жемчужина» и «Гражданская инициатива». Для подачи заявки нужно сформировать инициативную группу из семи человек и подготовить ряд документов. Подробнее об этой процедуре можно узнать в Управлении культуры администрации городского округа «Сызрань» по телефону 33 38 93 и 98 61 73. Итоги акции станут известны в конце года. В пятницу 28 августа на стадионе «Кристалл» сызранских болельщиков ждет большой футбольный день. В 13 часов в первом домашнем матче второго круга первенства МФС при Волжье молодежная команда футбольного клуба «Сызрань-2003» примет на своем поле клуб «Зенит» и «Жевс-2». А вечером в рамках стартующего седьмого тура первенства ПФЛ в зоне Урал-Поволжье основной состав «Сызрань-2003» сыграет дома с командой «Челябинск». После шести туров сызранцы с девятью очками делят четвертую и шестую строчки в турнирной таблице с Ульяновской «Волгой» и Нижегородской «Волгой» «Олимпиец». Челябинская команда с 13 очками делит второе и третье места с Нижнекамским нефтехимиком. Статистика матчей между соперниками абсолютно равна. Из десяти очных встреч две заканчивались в ничью, четыре победы у Челябинска и четыре у Сызранской команды. Причем три из них волжане одержали в рамках прошедшего бронзового сезона. Как сложится новая встреча старых соперников узнаем в эту пятницу. Начало матча на стадионе «Кристалл» в 19.00. Прямую видеотрансляцию этого поединка наша телекомпания будет вести на своем официальном сайте. 3wktvdefisrate.ru Дальше выпуск продолжит рубрика «Хочу сказать». В ней Сызранцы расскажут, есть ли в их семьях проблемы отцов и детей. Потом дежурный по городу Илья Волков расскажет, почему опасно оставлять ключи от машины без присмотра, если в доме есть подростки. А сразу после придет время познакомиться с нашим земляком, который превратил обычный автомобиль в настоящий вездеход. Не пропустите. Всего вам доброго и оставайтесь с нами. Я бы сказала, что у меня нет проблем в этом плане. И хотела бы посоветовать всем, у кого они есть или могут быть в будущем, что своих детей нужно просто любить. По-моему, нет. Нету? Нет. Нет? У нас все нормально, все хорошо. Всегда можно найти общий язык с ребенком. Нужно изучать книги, разговаривать с детьми, больше общаться, уделять им время. И тогда все будет хорошо. Какая сейчас молодежь? Я даже не знаю, что им не хватает. Возраст 13 лет однозначно, конечно, возникает. Проблема, конечно, нежелание учиться, да, не выполнять какие-то домашние обязанности. Есть. При взаимоотношении с детьми это любить их, дарить им радость, ну и к каждому относиться индивидуально. Здравствуйте. Сегодня джурный по городу я, Илья Волков. В наше распоряжение поступили кадры с регистратора патрульной машины ДПС. На них видно, как экипаж на достаточно высокой скорости преследует автомобиль по Сызранским улицам. Что самое интересное во всей этой истории, что за рулем уходившей от погони машины оказался 12-летний подросток. Как оказалось, ребенок самовольно взял ключи от машины родителей и выехал на дороге города. В итоге все закончилось благополучно. Преследуемый автомобиль добровольно остановился на обочине дороги. На данный момент ребенку ничего не грозит. Возможно, его поставят на учет ПДН. А вот на отца был составлен протокол в 30 тысяч рублей. А мы продолжаем. Сажа, пятна машинного масла, кусочки одежды, которые тушили остатки пожара. Вот все, что осталось от «Шевроле Нивы». Здесь вечером во дворе многоквартирного дома по улице Победы горел автомобиль. Пострадавших, к счастью, не оказалось. На место возгорания выехала бригада пожарных. За считанные минуты пожар удалось потушить. Одна из предварительных версий, которую рассматривают огнеборцы, поджог. За этот год это уже 13-й случай возгорания автомобиля в Сызране. 9 из них подожгли. А на сегодня мы держимся закончили. Всего вам доброго. Берегите себя. Если вы встретите на дорожных ухабах вот такие следы, то не надо думать, что Голливуд под Сызренью репетирует трюки для экранизации путешествия на Марс. На самом деле объектом вашего интереса станет Максим Чигин, который своими руками создал внедорожник. К идее стать обладателем необычной машины подвигли сельские дороги. Максиму нужен был вместительный и проходимый автомобиль, чтобы к родителям в деревню добраться. На поезде по каким-то там грязям, снегам, лужам и полям, понял, что хочу чего-то большего, да? Хочу чего-то большего, хочу заехать дальше. Все равно застрять в итоге, потому что застревают все, поверьте. Копить на дорогой джип Максиму Чигину ни к чему. Он окончил электротехнический факультет сам ГТУ и всегда горит желанием конструировать. Чем больше джипа реально, тем дольше тебя трактором. А еще бывает он не согласится к тебе ехать, этот трактор. Вот, поэтому был создан вот такой автомобиль. С помощью друзей из автосервиса Максим Чигин всего за 4 месяца модифицировал старенький японский внедорожник. Штатная, назовем ее, подвеска была ампутирована с автомобилем. И мы решили поставить на него, как бы, надежный японский верх требовал, как бы, военного русского присутствия. И поэтому были взяты, как бы, военные мосты у Астарого образца. Они были куплены в очень плохом состоянии, поэтому очень дешево. О ходовых качествах уникального авто говорить крайне сложно. Сравнить не с чем. Яркая внешность сулит яркую езду. Дизельный турбированный двигатель 3,2 литра управляет табуном 116 лошадей. Скорость может достигать 80 километров в час. Это не гоночный болидный, забывайте. Это машина, которая создана для того, чтобы перелегаться там, как говорится, где, ну, волки гулять боятся. Смелость конструкции в угоду комфорту не страдает. Вместимость вездехода мы измерили самым приятным способом. 11 девушек смогли не только втиснуться в автомобиль, но и продержаться здесь уже несколько минут. Хорошую машину создал Максим Чигин. А если вы мечтаете попасть в рубрику «Наши земляки», звоните 98 7171. Талантов много не бывает.